В разгар длинных школьных каникул важно помнить о правилах пожарной безопасности. Паника, а следом радость от того, что с сыновьями все в порядке. Своей историей поделилась семья Политаевых из Кировска. Дети добрались до спичек. Когда супруги Политаевой вернулись домой из магазина, их встретил запах гари. В квартире остались двое детей. Так, кто мне объяснит, что тут происходит? Мам, садись, я, кстати, тебя хотел гостить. Ольга призналась, что с трудом сохранила самообладание и не перешла на крик. Решила не лишать детей радости, но напомнила всей компании сладкоежек несколько простых и важных правил. О визите друзей всегда предупреждать и помнить о правилах пожарной безопасности. Я, конечно, не против интересных добав детей и вкусняшек маршмеллоу, но дети и спички – это только под присмотром родителей. Мы постоянно разговариваем с детьми о том, что опасно, что можно, что нельзя. Но каникулы такие длинные, все и не предусмотришь. 9 тысяч школьников из Апатитов и Кировска на ближайшие недели большую часть времени будут предоставлены сами себе. Закрыты школы, учреждения дополнительного образования. Каждому родителю важно рассказать ребенку о правилах безопасности. В нынешнем году уже произошло 30 пожаров в Апатитах и в Кировске. В прошлом году по причине детской шалости произошло 4 пожара. В результате пожаров в этом году пострадало 2 человека, 1 человек погиб. Ряд правил следует помнить и взрослым. Например, уходя из дома, нужно убирать от детей все источники огня и не оставлять включенными в розетку электроприборы, особенно обогрева.